Если вы любите салаты с селедкой и хотите приготовить на новогодний стол что-нибудь новенькое, а не только сельдь под шубой, тогда обязательно посмотрите эти три рецепта. Четыре. Точно, будет четыре. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Как и обещала, салаты с селедкой. Причем все салаты сегодня очень необычные. В них нет привычных ингредиентов отварного картофеля, свеклы, вареных яиц и майонеза. Но при этом, как всегда, ничего сложного и недоступного. Просто, быстро, нарядно и, конечно же, очень вкусно. Поэтому, чтобы не потерять эти и другие мои рецепты, подписывайтесь на мой канал, если, конечно, вы еще не со мной. Начну с салата, который мы называем селедка по-мексикански. Мне он нравится не только за его вкус, где сочетаются сразу и сладкое, и соленое, и кисленькое, а еще и за внешний вид. Салатик выглядит очень празднично и аппетитно. И если вы еще вдруг не определились с новогодним меню, рекомендую обратить внимание на этот рецепт. Селедка у меня уже готова. Я ее почистила, нарезала на кусочки нужного размера и заморозила. Очень часто делаю так перед праздниками. Это очень экономит время. Остается только достать из морозилки, разморозить и добавить в салат. Удобно. Для этого салата селедки беру около 200 граммов. Теперь морковь. Я ее предварительно запекла в духовке, но можно просто отварить. Нарезаю на небольшие кубики. Лук нарезаю перьями. Я беру ялтинский лук. Очень люблю его в салатах. Он всегда хрустящий и сладенький. Маринованный перец. Тоже нарезаю кубиками. Беру полтора-два перчика, зависит от размера. Собираю салат. Вначале селедкой. В этот раз использую пряного посола. Как я солю селедку, я недавно уже показывала. Ссылочку оставлю под видео. Я никогда не покупаю соленую селедку в магазине. Иначе можно испортить не только салат, но и настроение. В селедке отправляю нарезанную морковь. Лук. 100 граммов консервированной фасоли. Я ее промываю предварительно. 3 столовых ложки консервированной кукурузы. И перец. Добавляю пол чайной ложечки орегано. И немного черного перца. Заправляю маслом. И перемешиваю. Дополнительно не солю. Мне хватает соли от селедки. При желании этот салат можно заправить и майонезом, если любите. Тоже очень вкусно получается. 5 рецептов домашнего майонеза также смотрите по ссылочке в описании. Готовый салат перекладываю на блюдо. Можно посыпать свежей зеленью. И все. Селедочка по-мексикански готова. Вкусно. Второй рецепт еще интереснее. И внешний вид, и вкус. Здесь все необычно. Ингредиентов меньше, чем в предыдущем салате. Но здесь такое разнообразие вкусов. Думаю, многие оценят. Вначале свекла. 4 штучки. Вот такие маленькие. Примерно 300 граммов. Нарезаю кружочками. Толщиной 3-4 миллиметра. Выкладываю в форму для запекания. И поливаю свеклу маслом. Примерно чайную ложечку кориандра горошком. Измельчаю в ступке. И отправляю к свекле. Сюда же зубчик чеснока через пресс. Перемешиваю. И распределяю свеклу по форме. Духовку разогреваю до 200 градусов. И ставлю свеклу запекаться примерно 35 минут. В это время нарежу селедку. А то, что от нее осталось, бросаю в раковину. Головы, кости, все. И нет у меня никакого запаха из мусорного ведра. Я все-таки установила себе измельчитель отходов. Взяла такой же, как у сына. Только, чтобы не сверлить отверстие в столешнице, выбрала с пультом дистанционного управления. Вот такая кнопочка. Ее можно в любом удобном месте прикрепить. Под раковиной это выглядит вот так. Здесь у меня еще немного банок хранится. Измельчает эта штука практически любые пищевые отходы. Причем внутри нет никаких режущих элементов. Только терки и кулачки. Работает негромко. И автоматически выключается через 3 минуты. У тебя уже духовка автоматически выключилась. Да, свеклу-то уже готова. Вот что получилось. Идеально приготовилась. Теперь ее нужно остудить. Пока подготовлю все остальное. Нарезаю сельдерей. Для салата мне нужно 3 стебля примерно. И зелень. Тоже пойдет салат. Теперь петрушка. 2-3 веточки. Ее тоже измельчаю. Каперсы. 1-2 столовых ложки. Порублю немного ножом. И заправка. 2 столовых ложки с горкой греческого йогурта. Его можно заменить любым другим несладким йогуртом или обычной сметаной. Столовая ложка хрена. У меня со сливками. Для салата вообще идеально. Но можно любой взять, конечно. 2 столовых ложки оливкового масла. Зубчик чеснока через пресс. Соль по вкусу. 1 чайная ложка лимонного сока. И черный перец. Все хорошо перемешиваю. В отдельную тарелочку откладываю столовую ложку этой заправки. Добавляю каперсы и сельдерей. Перемешиваю. И выкладываю в тарелочку. Посыпаю зеленью. Теперь кусочки запеченной свеклы. И селедка. Заправку выкладываю аккуратно ложечкой. Вот так. Сверху снова зелень. И каперсы. Готово. Из указанного количества ингредиентов получается 2 вот таких красивых тарелочки с салатом. Это вкусно. И отлично подходит для подачи на праздничный стол. Выглядит очень привлекательно. Поэтому каждый обязательно попробует. И вкус еще никого не разочаровал. Смело рекомендую. Тут главное выбрать вкусную селедку и свеклу послаще. А сейчас попробуем салатик, который мне прислала Анна Филатова. Всего 3 ингредиента. И сочетание для меня новое. Но очень меня заинтересовал этот рецепт. К тому же, как я люблю. Все просто. Селедка, нарезанная кусочками. Консервированный зеленый горошек. И лук. Заправляю ароматным маслом. Все. Выглядит очень аппетитно. А пахнет. Давай пробовать уж. Пробуй. А вкусно. Супер. Идеально. Да хватит есть. Так вкусно же. В который раз убеждаюсь, что чем проще блюдо, тем оно вкуснее. И времени почти не потратила. Минут 5, не больше. Ну, если учитывать, конечно, что селедку я заранее нарезала. На новогодний стол приготовим, да? Да. Отличная закуска. Анна, спасибо вам. Так просто и так вкусно. Супер. Буду всем рекомендовать. Но это не все на сегодня. Еще один необычный салат. Я думаю, что многие уже попробовали мой любимый салатик с курицей. Загадка для гостей. Если нет, я оставлю ссылочку, посмотрите. А сейчас я приготовлю загадку для гостей с селедкой. Я просто заменила несколько ингредиентов и получилось тоже очень вкусно. И совершенно по-новому. В миску отправляю 4 яйца. Взбиваю венчиком. Добавляю соль и немного черного перца. Сюда же неполную столовую ложку крахмала. У меня картофельный, но можно взять любой, конечно. С крахмалом блинчики получаются тоненькими и не рвутся. И в салате потом выглядят более аппетитно. Сковороду немного смазываю растительным маслом и жарю яичные блинчики. Обычно у меня получается 6 штук. Блинчики выкладываю один на один. Сворачиваю. И нарезаю. Получаются вот такие полосочки. Теперь нарезаю лук полукольцами и бекон. У меня подкопченый, примерно 50 граммов. Его здесь немного, но в салате он очень нужен. Без него совсем не тот вкус. Нарезаю и обжариваю. Затем выкладываю бекон на тарелочку и отправляю в сковороду лук. Обжариваю его до мягкости. Два соленых огурчика нарезаю на тонкие полосочки. Ну и селедка. Тоже вот так. Не очень крупно, ну и не слишком мелко. Селедочка должна быть видна в салате. Осталось подготовить заправку. Три столовых ложки йогурта, ну или сметаны. Немного острой горчицы. Совсем чуть-чуть чеснока. И лимонный сок. Одну чайную ложку. Перемешиваю. И заправка готова. Конечно, можно заправить этот салат и майонезом. Получится тоже очень вкусно. Складываю все ингредиенты в миску. Нарезанные яичные блинчики, огурцы, обжаренный лук, кусочки селедки. Добавляю заправку и аккуратно перемешиваю. Теперь сюда же отправляю половину бекона. Готовый салат перекладываю в подходящее блюдо. И сверху украшаю оставшимися ломтиками бекона. Вот такая у меня сегодня загадка для гостей. Необычно, празднично и очень вкусно. А ингредиенты самые простые и доступные. Попробуйте приготовить. Буду рада, если какой-то из этих салатов будет на вашем новогоднем столе. Присылайте свои отзывы и фотографии готовых блюд в нашу группу ВКонтакте. И, конечно, делитесь в комментариях своими рецептами. С удовольствием попробую еще что-нибудь новенькое. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять эти и другие мои рецепты. И жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.